Снимаются все маски и голограммы. Фантом предстоит перед тобой в первозданном виде, согласно своему эфирному коду ДНК. Анастасия выходит из своего биоробота, становится рядом. И если в ее биороботе еще находятся чужеродные копии, голограммы или подключки, все это выходит и становится рядом с ней. Вокруг нее я свет вижу. Я понимаю, что это ее защита, она выставляет себе свет, энергии своей. Хорошо, отлично. Больше ничего не вышло? Тонкая копия вышла. Хорошо, защищаем ее физический биоробот с защитным потоком чистых энергий Абсолюта. Берем Анастасию в защитный скафандр на время работы с тонкими телами. И вместе с тонкой копией Анастасии поднимайся в комнату диагностики. Один, два, три. Пошел подъем. На месте. Хорошо, мы приветствуем Анастасию и интересуемся, готова ли она к диагностике, доверять ли она нам в свое биополе на период сеанса. Да, верит. Хорошо, что у нее там на голове? Спрут? У нее какая-то сороконожка толстая. И я даю команду на счет 3. Эта сороконожка летит в клетку, тюрьму. Один, два, три. Да будет так, а так и есть. Ничего себе. Сороконожек у нас еще не было. Нашипит. Снимаются все маски и голограммы. Один, два, три. Эта сущность перестает согласно своему эфирному коду ДНК. Выстраивая от нее канал к другим ответственным. Один, два, три. И притягивая всех ответственных, связанных по ДНК с Анастасией. Один, два, три. Да будет так, а так и есть. Гомоноид. Поставим маячок над этой сороконожкой. Зеленый, красный. Органический, зеленый. Неорганический, красный. Один, два, три. Больше зеленый, чем красный. Больше зеленый, чем красный. Я тоже так увидел. Хорошо. А на робот 20%. Хорошо. И я даю команду на счет 3. И сканер начинает сканировать пространство над головой Анастасии, под ногами. Три тонких тела Анастасии находит все. Так, гомоноид. Что ты делаешь в этом биополе? Подключаюсь для дальнейшей работы. А кто тебе разрешал входить в осознанную душу, которая прочитала манифест, которая сказала, что любая сущность, которая в меня войдет, уходит в галактическое ядро. Я спрошу сейчас Анастасию. Если она скажет тебе скинуть галактическое ядро, ты вместе с этой сороконожкой уходишь в галактическое ядро. Это понятно? Он отвечает, Вера? Он говорит, что здесь я должен подробно объяснить. В ее биополе меня нет. Есть гусеница. Слушай, не считай меня за идиотом. Если ты связан с этой гусеницей, то гусеница сама не пришла, а ты ее запустил. Так, мне это надоело. Все, Влад, сожги его защиту на счет 3. Один, два, три. Просканируй его защиту и сожги. Я тебе покажу сегодня силу моего намерения. Что у нас там, Вера? Он меняется. Он, знаешь, становится как рептилоид, только у него цвет. Вот. Зеленый-голубой кто-то переливается. И я даю команду от этого гуманоида выстраиваться канал ко всем ответственным, которые связаны по каналу с гуманоидом и с энергетикой Анастасии. Один, два, три. Да, будет так, а таки есть. Все притягиваются, где бы они ни находились в Вселенной. Выдергивая их, летят сюда. Становятся нашими заложниками. Да, будет так, а таки есть. Вот этот гуманоид, он поменялся. Это рептилоид и наряд. Не нравится ему очень. Считай цифры над головой рептилоидов. 320. И рептилоид получает мощнейший удар. 200 тысяч герц удар. Шипит. Влад, сожги его защиту, если есть. Просканируй, если есть. Сожги ее и дай ему ощутимый удар. Положи его на пол. Получается, вот этот гуманоидный, сущий, то и была его защита. Ага, понятно. Хорошо. Хорошо, репт. Итак, скэнер закончил работу, Вера? Посмотри, пожалуйста. Ну, никого нет, кроме них. Хорошо. Канал один. Один канал. Значит, у нас тогда получается гуманоид эта голограмма. Это была защита. А, смысл. Да, защита. Что еще там? Канал идет в гусеницы. И от гусеницы. Хорошо. К этому разделает. Отлично. Я не хочу с ним больше сегодня разговаривать. У меня надоело. Я его сегодня буду сжигать. Анастасия, вы видите этого паразита, который стоит в клетке? Она видит. Она понимает, что это нападение. Вот так вот. И она его отдать не хочет. Это мы будем решать с Ли уже тогда, как она решит. Но сначала мы сделаем следующее. Я включаю внутренний белый свет. Анастасия, значит, 3, 1, 2, 3. И Анастасия начинает выдавливать все из себя, все подключики, весь яд, все чужеродные энергии. 100% этих подключек и энергии негативных будет выведено. У нас не выходит что-то густое, такое, как от гусеницы. Вот так вот. Субстанция какая-то густая. Ну-ка, дай-ка я дам гусенице 100 тысяч герц удар. 1, 2, 3 удар. Да будет так, а так есть. Ну, ей оторвало. Бывает. Заднюю часть. Нечего ходить. К Анастасии. Ее у нее внутри вот эта густая штука. Хорошо. Смотался шар. Отлично, большой шар. Достаточно, как мяч. Открываю, отправляю этот шар в там, где вот эта гусеница оторванная лежит. 1, 2, 3. Она поглотила эту энергию. Гусеница поглотила? Да. С ума сойти. Хорошо, я поддаю команду Анастасии на счет 3. Совершить импульс высокого аббрационного шока удара и сжечь каналы к интерферентам. 1, 2, 3, удар. Сжигается все каналы к интерферентам. Превращается в пепел. Получилось у нее? Да. Открывается портал в галактическое ядро. И эти остатки канала улетают в галактическое ядро на переработку в чистую первичную энергию. И сейчас я сделаю запрос в энергоинформационном поле. Сколько энергии, какая частота необходима Анастасии до восстановления и корректировки? 350 и 27. И 27. И на счет 3 в макушку головы Анастасии начинает входить 7 высокого аббрационных потоков по 350% каждый. 1, 2, 3. Потоки пошли. Наполняет, усиливает. Все необходимые ей цвета начинает поступать. Родной цвет, цвет Арктура начинает поступать. Канал открывается. Она принимает, заполняется все пустоты. Вытесняется все негативные остаточные энергии. Чистота и вибрации поднимается до 27 Гц. Пошел подъем. Сейчас идет информация, что они с Ли вместе работали раньше, поэтому она знает, что с ним делать. Готов. Хорошо. Синхронизируется энергия, вибрация гармонизируется, распределяется, усваивается наилучим образом. 1, 2, 3. Хорошо, я прошу Ли выйти на связь. Приветствую. Приветствую, Ли. У нас какой-то отмороженный такой сегодня рептилоид попался. Всего 320-й с голограммой гуманоида, с гусеницей, с ядом. Все это в клетке сейчас находится. Это гадость. Она говорит, что мы его забираем, гусеницу уничтожить. И под гусеницей, и вот этим шаром открывается портал галактической ядро, и он улетает, все это улетает в галактической ядро до последнего микрона. Закрывая, печатая, растворяя. Хорошо. Все, репт. Твоя песня. Она говорит, что 320-й уровень для рептилоида это достаточно высокий уровень. Я не вижу по его осознанности, что у него есть этот какой-то высокий уровень, 320-й. Мы его выше видели. Они как-то себя культурнее вели. Сразу выходили. А этот пытался нам здесь мимикрировать. И зашел в биополе человека, которого мы чистили, арктурианки. Потому и зашел. Ну, понятно, что потому и зашел. Ну, соответственно, осознанно зашел. Значит, осознанно надо объяснить ему. Мы не забрали. Хорошо, отлично. Все пусто у нас, чисто? Пусто, но не чисто. И включаем высокоаббрационные фиолетовые лучи. И они вытесняют все, что осталось на частите этого репта. И вот эти голограмм сена на частите все вытесняются за пределы этой комнаты. И оставляем лучи включенными. Они как сожгли эти энергии. Достаточно. Так много было этой гадости от этого, да? От гусеницы. А-а-а. Все понятно, хорошо. Так, все, мы там все убрали. Как вы себя чувствуете, Анастасия? Прекрасно чувствую. Анастасия, 350% и 27 Гц. Это ваши цифры. Как заполняться энергиями? Мы уже много раз вам показывали. Перед тем, как утром вы встали, заправили себя энергией, да как зубы почистить. Сформировали вокруг себя, визуализировали защитную оболочку, изнутри выходящую, из энергии Арктура, который делает фантом вокруг вас, защищающий. И все. И перед сном то же самое делаете, только энергии делаете чуть поменьше, чтобы вы могли заснуть. Просто спросите сами себя, сколько мне нужно энергии и какая частая вибрация. Вы получите две цифры. Одна трехзначная, другая двухзначная. Эти цифры. Она это делает. Она это делает. Отлично, хорошо. Продолжает ей это делать. Вот. А такие случаи, конечно, бывают. Особенно, когда другие дома приходят. Ничего страшного. Все. И для усвоения энергии возвращаем тонкую копию Анастасии в систему Биоробот Душа. Заводим, подключаем ее к каждому органу, каждой клеточке, каждой извилинке головного мозга. Проходит полная синхронизация между физическим биороботом и энергетическими тонкими телами. Готово.